За достойную старость в Краснодаре открыли дополнительный корпус Государственного центра по уходу за пожилыми людьми. Учреждение принимает до 50 человек. С первыми постояльцами сегодня встретился губернатор Кубани. В центре они получают полноценный присмотр и круглосуточную медицинскую помощь. После осмотра медучреждения глава региона провел краевое совещание, посвященное в целом вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста. Все подробности в материале наших коллег. Подъем, завтрак и легкий фитнес. Физические упражнения здесь неотъемлемая часть терапии. Чем меньше свободного времени, тем лучше. Понимание того, что движение жизнь, как ни странно, приходит с возрастом. Это разминка я делаю. А так я утром одеваю протез до обеда. Тогда вопрос, для чего протез? Если не бегать, не ходить. В новый корпус центра по уходу за пожилыми людьми Юрий Никитин переехал несколько дней назад. Не пропустил ни одну утреннюю зарядку. В молодости бегал марафон. Он и сейчас не прочь в свои 80 поучаствовать в забеге. А вот его сверстница Валентина Бабенчик предпочитает арт-терапию. В творческом кружке пишут картины, создают инсталляции. А вязанные шапки и шарфы Валентина Тимофеевна дарит персоналу. Вязать люблю. Читать люблю. Почитаю, отложу, повяжу немножко, а потом опять. Поэтому время у меня, конечно, потихонечку. Когда занимаюсь чем-то, время быстро бежит. Дополнительный корпус государственного центра по уходу за пожилыми людьми совсем не такой, каким обычно представляют подобные учреждения. Светлые коридоры и просторные комнаты со всеми удобствами. Здесь их принципиально не называют палатами. Живут по двое. Больше похоже на санаторий. Полноценный присмотр и круглосуточную медицинскую помощь тут одновременно могут получить 50 человек. С первыми постояльцами сегодня встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Самым молодым из них 70 лет. Насколько вы себя ощущаете здесь комфортно, вам хорошо здесь. Вы чувствуете себя, что здесь ваш дом? Отношения очень отличные. Отношения, буквально санитарочки, повара. И все относятся с уважением к нам. А нам это очень важно. Вы знаете, вот песня молодым, везде у нас дорога, а старикам у нас почет. Вот важно, чтобы мы не только пели, а вот так жили. Поэтому вам здоровье главное. Здоровье, продолжайте жить. Продолжайте жить и радоваться жизни. А мы максимально постараемся в этом помочь. Чаще всего попадают сюда одинокие люди, те, у кого не осталось родственников. Поэтому создать ощущение дома – главная цель персонала. Наша задача, помимо лечения, конечно же, создать хороший эмоциональный фон, хорошее эмоциональное настроение. Люди у нас не должны страдать от одиночества. Это 50% успеха, если человек будет хорошо себя чувствовать. После небольшой экскурсии глава региона пообщался с сотрудниками центра. Современное оборудование, комфортные условия – всего лишь полдела. Атмосфера и внимание лежат на этих, чаще всего, хрупких плечах. Вы создаете им вот такой мир, который для них является миром активности. Вот такие социальные работники, неважно здесь, в этом центре, в целом по краю. Это жить где-то чужой болью, чужой судьбой отчасти, потому что судьба-то непростая. Туда кто приходит или к кому приходят социальные работники. Поэтому соцработник – это не работа, это, наверное, образ жизни. Там, если человек приходит туда работать, он долго не держится. Если он будет эту работу выполнять, как просто работа. Это ощущение нужности, ощущение своей полезности, ощущение того, что на самом деле служишь человеку или людям, которые оказались в этой жизненной ситуации, в пожилом возрасте. И вот это, наверное, отличная черта – такая способность отдать себя другими, если им нужна эта помощь. В целом о социальной поддержке пожилых людей в крае говорили уже на отдельном совещании. Тема крайне чувствительная и касается более чем полутора миллиона человек, то есть каждого четвертого жителя Кубани. Как отметил Вениамин Кондратьев, в экономически развитом регионе необходимо сделать все, чтобы они чувствовали себя комфортно, а главное – ощущали конкретную, абсолютно ощутимую помощь. Губернатор обратился к главам районов. В этом вопросе не может быть холодного безразличия. Каждому, кому нужна поддержка, стоит подходить адресно. Если нужна программа поддержки, адресная помощь тех стариков, которые нуждаются в поддержке и заботе государства, значит, давайте такую программу снова сделаем. Но просто быть безразличными – это не совсем правильно. При такой финансовой обеспеченности сегодня и бюджета, в том числе, я понимаю, мы сегодня достраиваем, строим, планируем, инвестируем, но старики – это тоже наша жизнь. И вот она у них не должна быть в прошлом, эта жизнь. Они должны жить в настоящем. Главы муниципальных образований, адресно подготовьте списки конкретно нуждающихся в этой помощи. Адресная помощь в случае трудной жизненной ситуации человека пожилого возраста. Вот продумать, как здесь поддержать этого человека, адресно поддержать. В рамках национального проекта «Демография» уже в этом году на Кубани свою работу начнут в семь гириатрических отделений, где люди преклонного возраста смогут получить оперативную и качественную помощь. Мениамин Кондратьев поручил рассмотреть возможность открытия таких отделений в каждой районной больнице. Также в крае создается сеть специальных кабинетов при медучреждениях, куда смогут обратиться люди старше 70 лет. Не забывают и о тех, кому до поликлиники или больницы дойти уже сложно. На дом выезжает группа специалистов – врач, соцработник и психолог. А одиноких пожилых людей под опеку берут приемные семьи. Есть практика, которая у нас реализуется на территории края – это определение стариков в приемные семьи. Мы эту практику реализуем. В принципе, она хорошо работает. 263 семьи в крае реально приняли стариков, и они живут в семьях. И это тоже очень-очень приличная практика. В крае сохраняются все меры поддержки и выплаты людям старшего поколения. 6 тысяч человек уже улучшили свои условия проживания. Это ветераны Великой Отечественной и вдовы участников войны. С начала этого года около 60 человек получили квартиры. Конечно, немало тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Будет одиночество или тяжелые болезни. И здесь важно протянуть им руку. Помимо социальной поддержки и профессионального медицинского ухода, абсолютно все пожилые люди должны быть окружены заботой и вниманием, не разделяя их на категории, уверен губернатор. Делать вид, что нет таких одиноких пожилых людей в нашем крае, не можем, не имеем права. И они тоже хотят жить активной жизнью, в нормальных, качественных условиях. Да естественно, они же тоже люди. Даже пусть им за 70, за 80, за 90. Они хотят оставаться людьми. И насколько они смогут жить в человеческих условиях, в людских условиях, в людских. Зависит в данном случае, исходя из возраста и жизненной финансовой возможности от нас. Давайте просто тоже будем людьми, не безразличными. Лучше давайте мы позаботимся о них. Кто-то через время будет заботиться о нас. Достойные условия для активного долголетия позволят выполнить задачи, прописанные в майском указе президента. А именно, увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет. Продолжение следует...